Доброе утро! Завтра должна увидеть свет виниловая пластинка с симфонией хроника блокады нашего петербургского композитора Бориса Тищенко. И сегодня у нас в студии дирижер и композитор Антон Лупченко. Антон, здравствуйте. Доброе утро. И первый вопрос, который, наверное, волнует всех наших уважаемых телезрителей. Мой хороший друг, мой лучший друг, можно так сказать, подарил мне на день рождения виниловую пластинку. Последний альбом Pink Floyd, Division Bell, 94-й год, лондонское издание. Что с ней делать в 21 веке? Очуметь. На пальцы можно крутить. Их можно, да, на пальцы крутить. Ведь какая-то совершенно дорогостоящая аппаратура, проигрыватель, ламповый усилитель, золотые провода, которые надо греть. Вот я это просто все краем уха слышал. У меня на самом деле у меня тоже не было долгое время винилового проигрывателя, хотя он был у меня с детства. И вообще записать виниловую пластинку, я тогда даже не знал, что называлась виниловая, потому что было понятие в советское время просто пластинка. Я начал слушать пластинки раньше, чем начал говорить. Я точно помню, что это была Пугачева с песнями Игоря Николаева. И вот я с детства тоже мечтал, что вот я вырасту и у меня тоже будут пластинки. Так это ваша детская мечта? Можно сказать, что детская мечта абсолютно, да. Я как раз об этом вот думаю, что вот наконец сбылась мечта слоненка, записал пластинку. И вы знаете, действительно вот еще и совпало, что полгода назад мне подарили виниловую проигрыватель. Я понял, что это неспроста, надо записывать пластинку. Вот записали. А почему именно вот это произведение вы решили записать на виниле? Ну начнем с того, что мы просто сначала его решили записать. И когда ты принимаешь решение, о записи, ты, конечно, не думаешь, на виниле это выйдет или на диске. Я могу сказать, почему мы решили в принципе его записать. Потому что это сочинение очень необычное. Оно написано Борисом Ивановичем Тищенко, моим учителем, одним из моих учителей. Оно написано в 80-е годы, когда в Ленинграде у нас на подъеме был ленинградский рок. Помните, наверное, это время, когда развивался аквариум, кино, Сергей Курехин, да. Вот этот питерский андеграунд, скажем так. И это сочинение очень во многом несет на себя отпечаток и влияние вот этой музыки. Оно очень экспериментальное, настолько экспериментальное, что в концерте в живом его практически невозможно исполнить. Потому что там очень много опытов с электрической подзвучкой, с фонограммами. Можете представить, композитор вписал в партитуру партию фонограммы, как будто это живой музыкант, с очень детально прописанными вещами, что вот здесь нужно попасть в акцент, здесь нужно тише, здесь нужно громче. И, конечно, это исполнить в живую в концерте практически невозможно, потому что звукорежиссер, который сидит на ручке пульта, пульта, он должен иметь практически дирижерское образование для того, чтобы попасть во все поручения, скажем так, композитора. А вот как раз в студии это сделать можно, когда есть звукорежиссер, когда ты специально отдельно сделал фонограммы, и когда звукорежиссер может под твоим дирижерским контролем очень точно и ювелирно вписать фонограммы в музыкальную камеру. Вы вписали туда 11 барабанщиков? 11 барабанщиков мы записали вживую. Это как раз вписано в партитуру, это как раз вживую играется. А вот с фонограммами и с таким саунд-дизайном, то, что сейчас принято называть саунд-дизайном, вот с этим, конечно, в 80-е годы совсем не работали в классических концертах. Он привнес все это в классику, в академическую музыку, а возможности это исполнять тогда правильно не было. Запись у нас проходила в городе Сочи, потому что я тогда работал художественным руководителем Сочинского симфонического оркестра, и я очень горд тем, что к нам приехала поддержать вдова Бориса Ивановича Тищенко, его муза, профессор Петербургской консерватории, Ирина Донская-Тищенко, она знаменитая орфистка, ей Борис Иванович посвящал много сочинений, и концерт знаменитый орфовой написан. И вот Ирина Анатольевна приехала для того, чтобы записаться с нами и сыграть, исполнить партию орфы в этом сочинении. Более того, там, я не знаю, может быть, открою, надеюсь, что Ирина Анатольевна меня после этого не задушит. Будем надеяться. Небольшой секрет, она рассказывала мне потом очень доверительно, что в то время, когда Борис Иванович писал эту симфонию, они немножечко как-то поссорились, у них была какая-то размолвка, до такой степени, что Ирина Анатольевна просто не пошла на премьеру этой симфонии. И вот премьеру этой симфонии, когда она была при жизни Бориса Ивановича, она не слышала. И говорит, надо же, а теперь я принимаю участие в ее первой записи, потому что, по сути, это первая запись этой симфонии. Антон, расскажите, как вы познакомились с Борисом Ивановичем Тищенко? Борис Иванович Тищенко в моей жизни, можно сказать, прошел путь от кумира и небожителя до учителя и такого очень уважаемого, почитаемого старшего коллеги. Когда я приехал впервые в Петербург в 99-м году и открыл для себя его музыку, я, конечно, знал, что Тищенко являлся любимейшим учеником Дмитрия Шостаковича, а Шостакович был один из моих любимых композиторов, я, конечно, сразу насел на изучение музыки Тищенко, и она меня взяла в плен с первых же тактов. И когда я учился в школе, я практически бредил этим композитором, я ходил на все его концерты, я не пропускал ни одной премьеры Бориса Ивановича. У меня было счастье его где-то увидеть издалека, как-то вот, ну, даже не было в мыслях просто подойти поздороваться, настолько было огромное благоговение просто перед этим человеком. И вот однажды я посвятил ему сонату свою. Это была пятая соната, называлась она «Фрески». Я с ней получил гран-при на одном московском конкурсе и принес показать своему педагогу непосредственному, Александру Бноцаканяну. Он был большой друг Бориса Ивановича, они вместе учились у Шостаковича тоже. И вот показал ему эту сонату, он говорит, а почему посвящено Тищенко? Я говорю, потому что я использовал в финале этой сонаты одну из тем Бориса Ивановича. А ты Борьке показывал? Он армянин был. Все, кто помнят Александра Дерениковича, все, безусловно, помнят его знаменитый этот армянский акцент. Хотя он с 14 лет жил в Ленинграде, в нашем городе, но вот этот акцент сохранил, наверное, на каком-то генном уровне. А ты Борьке показывал? Нет, конечно, не показывал. Я с ним даже не знаком. Как не знаком? Почему не знаком? Сонаты посвящаешь, а музыку не приносишь. Я говорю, да как же я к нему вообще буду бегать? Ведь я же не его прямой ученик, ему за меня не платят, сказал я. И тут нациканян просто взорвался и сказал, ты совсем обалдел? Идиотское поколение. Что значит не платят? Борька это такой человек. Он из другого поколения. Мы музыканты. Это вообще невозможно. Что значит платят? Я тут же ему позвоню. Он сдержал слово. Он действительно ему позвонил. И уже где-то через неделю я поднимался вот так вот, трясясь. Значит, поднимался по лестнице. Борис Иванович жил на самом верхнем этаже дома. И я все надеялся, что этот этаж еще не последний. До такой степени вот как-то я волновался, когда входил к нему. Он меня встретил очень тепло. Таким своим мягким голосом сказал, проходите, мне очень приятно. Вы знаете, я недавно слушал на экзамене ваше маленькое танго из какой-то оперы. И вы знаете, оно мне очень не понравилось. И по-моему, единственное его достоинство, что оно действительно маленькое. Он так прям с плеча начал. С плеча. Я думаю, все. Думаю, до соната дело не дойдет. Я начал оправдываться и говорить, что, ну, вы понимаете, оно маленькое. Просто такая была задача. Это ведь была опера, написанная для юношества, которая называется «Сын человеческий» по Киплингу. Она была поставлена в Владикавказе силами Ларисы Абисаловны Гергиевой, ее инициативой. Она попросила написать оперу, которая была бы интересна юношеству, молодому поколению. Конечно, там была, в общем, музыка достаточно простенькая. Я уже не знаю, со вкусом или нет, но простенькая. Я вот начал объяснять Борису Ивановичу, что, вы понимаете, это такая вот опера, был такой заказ. А вот это еще хуже, что заказ, еще хуже, что заказ. Настоящий художник не может писать по заказу. Если его просят написать большое, он должен писать маленькое. А если его просят писать маленькое, он должен писать большое. Вот что настоящий художник. А вы, вы приспособленец. Думаю, сходил. Познакомился с кумиром. Но, вы знаете, потом, в общем, он все-таки решился послушать сонату. Сменил гнев на милость. Она ему понравилась. Потом сказал, есть ли у вас что-то еще. Я сказал, что вообще я притащил еще целый портфель. О сочинении. У меня есть еще третья симфония. Он и симфонию послушал. Вот. И это был совершенно удивительный вечер. Вот один из тех, которые запоминаются в сердце до конца жизни. Он рассказывал, конечно, и о своем любимом учителе Дмитрие Шостаковиче, но, безусловно, и о своих друзьях, которых он знал. Да, про Шостаковича. Мы же все хорошо знаем седьмую симфонию Шостаковича. А хроника блокады написана совершенно в другом ключе. Да, действительно, это другое сочинение. Вообще, как я познакомился с этой музыкой, мы готовили с Владимиром Ивановичем Федосеевым здесь, в Петербурге, в 19-м году. Фестиваль «На страже мира». И он был посвящен годовщине снятия блокады. И я искал произведения, которые были бы связаны с блокадой, но принципиально не хотелось играть как раз седьмую ленинградскую симфонию Шостаковича, потому что ее играют все, ее играют каждый год, ее можно услышать в любом концертном зале. А хотелось все-таки что-то вспомнить еще, что написано. И тогда я вспомнил, что у Бориса Ивановича была такая симфония «Хроника блокады». Я решил с ней познакомиться. И было к тому же интересно, каким образом он обойдет своего великого учителя. Потому что, конечно, когда говорят «симфония», когда говорят «блокада», сразу вспоминают ярчайшую, да, эту величайшую музыку, величайшую симфонию. И, конечно, мне казалось, особенно учитывая, что Тищенко ученик Дмитрия Митриевича, я был убежден, что там, наверное, что-то в этом ключе. Оказалось, что это совершенно другая музыка. Более того, это сочинение человека уже другого поколения, поскольку Шостакович писал о тех днях, которые он пережил уже взрослым, зрелым человеком. Да, когда Шостакович писал свою ленинградскую симфонию, ему было уже 35 лет. А Борис Иванович пережил блокаду ребенком. И «Хроника блокады» Тищенко — это уже скорее рефлексия человека, который вспоминает это уже немножко с позиции другого времени и другой эпохи. А для вас что послужило толчком? Почему вы решили исполнять эту музыку сейчас? Ну как, потому что она мне понравилась, как минимум. Я, когда продирижировал эту музыку на фестивале, я совершенно влюбился в эту симфонию. Во-первых, я видел слезы на глазах людей, которые ее слушали. Зал просто подскочил. Вот те, кто помнит этот фестиваль, он проходил в Петербургской капелле. Просто после этой симфонии мы устроили стоячие овации, и зал не отпускал. Такое сильное влияние эта музыка оказывает эмоционально на человека. А расскажите про Петербург-Тищенко, про наш город. Ну, Петербург-Тищенко, Ленинград-Тищенко я, конечно, не застал, потому что Борис Иванович коренной ленинградец. Он родился в Ленинграде, вырос, всю жизнь здесь жил. Я застал вот уже Петербург-Тищенко именно с 99-го года, вот последние 10 лет его жизни. Вот поскольку, как я уже сказал, он близко дружил вот с моим педагогом Александром Нациканяном, я часто вместе с ними ходил шуршать листьями в Никольский сад. Это рядом с консерваторией, да, возле Никольского собора. Там дивный парк, особенно осенью. Это вот было излюбленное место наших прогулок. Было очень интересно наблюдать за тем, как два метра обсуждали какие-то вещи. Вообще наблюдать за тем, как эти две ленинградские легенды шуршали листьями друг с другом, и слушать это было чаще, конечно, всего познавательно, но иногда и забавно. Я помню, как однажды была такая история, обсуждали таинство причастия, поскольку рядом находился собор. Борис Иванович иногда скептически относился к таким религиозным вещам. А Александр Дельникович, наоборот, был очень человеком верующим. Вот они однажды спорили, спорили, и Борис Иванович ему сказал, «Ну хорошо, Алик, вот представь, вот есть у меня один знакомый. Вот он пришел в церковь. Пожилой человек. Пережил и блокаду, к примеру, и многие тяготы жизненные. Причастился из ложечки вместе со всеми и заболел, и умер. Разве это справедливо, разве это хорошо? Как на это смотрят религи? Тогда Нат-Законян остановился, посмотрел на него, внимательно сделал вот так, и сказал, «Боря, но если это твой знакомый все это пережил, а умер от причастия в церкви, значит, он грандиозный, богонеугодный дурак». Он там, правда, еще жестче сказал, но это непечатное слово. Я человек верующий, я не могу сказать, что я воцерковленный, но, безусловно, верующий. И, кстати, мой композиторский дебют начался с духовной музыки православной, с литургии святого Иоанна Затауста. Она прозвучала в 2002 году на Пасхарьном фестивале. Я много пишу духовной музыки. И, кстати, это единственный жанр, в котором я работаю абсолютно без всякого заказа, только вот по золу души. Но вообще это ведь очень серьезный пласт нашей национальной культуры, поэтому его возрождать, мне кажется, это очень хорошее дело. Вот, может быть, мне показалось, если я не прав, поправьте меня, редко исполняют Тищенко, нет? Реже, чем он того заслуживает, к сожалению. Но сейчас вообще очень с опаской посматривают на сочинения композиторов, которые считаются современными, да, хотя, к сожалению, Борис Иванович уже ушел от нас 11 лет, но все-таки он считается еще современной музыкой. А современная музыка вообще всегда пробивала себе, всегда пробивала себе путь, в общем, через какое-то время. Ну, вы посмотрите, еще лет 25 назад, к примеру, Игорь Стравинский далеко не был так популярен, как он популярен сегодня. Сегодня тоже совершенно неотъемлемая часть нашей музыкальной жизни. Или Сверидов, или Вадирий Гаврилин, который только сейчас начинает звучать. Я думаю, что время музыки Бориса Ивановича Тищенко, оно впереди. Во-первых, это абсолютно ленинградская музыка, да, для нашего города это наше лицо, потому что Тищенко дружил и с Ахматовой, и с Бродским, и с Рейном, с Найманом, с огромным количеством тех людей, которые составляли культуру Ленинграда, и использовал их тексты. И, конечно, это все на него влияло, с одной стороны. Отчасти и он влиял на каких-то своих знаменитых друзей. И, конечно, если говорить о культуре шестидесятничества, вот в Ленинграде, то это прежде всего Борис Иванович Тищенко. Поэтому это совершенно точно лицо определенной эпохи. И его музыка до сих пор звучит очень современно. Поэтому вот одна из моих задач, хотя меня точно нельзя упрекнуть в том, что я играю только современную музыку. Я продирижировал всего Чайковского, всего Прокофьева, и много западной музыки классической. Но возрождать вот такие сочинения, как последняя опера Прокофьева, да, вот «После настоящего чеки» мы недавно записали, получили за эту запись международную премию, или вот полотна Бориса Ивановича Тищенко, или Валерия Гаврилина, которого я очень много сейчас играю и дирижирую. Мне кажется, это одна из, если хотите, даже, может быть, моих обязанностей как дирижера, потому что много существует гениальных и великих интерпретаций. Настоящая петербуржская задача. Много вот существует великих интерпретаций музыки Чайковского, Рахманинова, там, Прокофьева, но не столь много еще записано музыки Гаврилина, музыки Тищенко, а это совершенно точно наш золотой фонд, если хотите, извините за высокопарность, с утра, но это так. Вернемся к записи, коли уж вы упомянули это слово. Запись виниловой пластинки как-то принципиально отличается от записи цифровой? Ну, она, нет, во-первых, все записывается на цифру, изначально все записывается на цифру, безусловно. А в чем тогда? Другое дело, что при монтаже и при сведении материалов, там есть определенные, конечно, определенные требования именно к виниловой пластинке. Смысл в том, что пики, вот самые громкие и самые тихие, они должны быть немножечко более сглажены. Плюс еще меньше должно быть шумов в самой записи, потому что и так мы понимаем, что вот этот вот характерный шип и хруст, который придает виниловая пластинка, да, он неизбежен. Поэтому очень важно, чтобы совершенно никаких не было шумов технического характера в самой записи, иначе просто будет грязь. То есть подход к записи на виниловой пластинке, он более, скажем так, более ответственный, более ювелирный, но это задача уже больше звукорежиссерская. Я просто один раз в жизни слышал по-настоящему фантастическое виниловое звучание, когда снимался в 2010 году в Австрии у Бернарда Камель, это граф австрийский, он задумал снять кино, пригласил русских артистов. И когда мы весь фильм сняли, он поставил какой-то совершенно невероятный проигрыватель, усилитель, там эти лампочки, моргания, нагревал золотые провода и играл джазовый саксофон. У меня было ощущение, что он звучит где-то, ну не где-то в колонках, он звучит у меня в голове, в сердце, и это было просто, ну для меня это было откровение. Ну это зависит больше, я вам еще скажу, от самого проигрывателя и от иголки, потому что фанаты, которые вот разбираются в этом, вот в винилах этих всех, там иголки прямо коллекционируют. У меня есть один знакомый в Москве, у которого 38 различных иголок, и он говорит, вот это для джаза. Да, это для музыки своя. Да, это для джаза, это для рока, это там для... А какая же для вашей? Не знаю, как у меня всего, я говорю, я еще даже не подключил, у меня всего одна игла, я не думаю, что это, ну не знаю, он специалист в этом, он в этом какую-то разницу видит, наверняка. Конечно, от иголки многое зависит. И потом, я говорю, мы записывали не для винила, мы вообще не понимали. Для чего еще? Ну понятно, я хотел эту запись выпустить в качестве диска. Потом уже, когда мы начали обсуждать с нашими партнерами, решили, что поскольку это к блокаде, поскольку это, в общем, вот такая андеграундная история, да, хорошо бы выпустить это как раз в том же ключе, в котором выходили первые пластинки того же «Аквариума» или того же кино, вот на виниле с таким минимализмом питерским. Питербургская эстетика. Да, абсолютно питерская эстетика. Вот поэтому решили сделать для винила. А так, конечно, просто хотелось сделать запись. Ну вот на ваш взгляд удалось? То, что я слышал, саму запись, не на пластинке, мне кажется, это то, чем мы все с нашим коллективом Сочинского символизмского оркестра точно можем гордиться. Вспоминается точная фраза Ромена Ролана «Музыка подобна дождю, капля за каплей, просачивается в сердце и оживляет его». Антон, большое спасибо за ваш увлекательнейший рассказ. А у нас с вами есть повод снова почувствовать, что такое настоящий винил и подержать в руках хорошую пластинку. Желаю не только подержать, но и послушать. А музыка, она, в общем, мне кажется, лучше, чем дождь, особенно в нашем городе, где дождя достаточно. Спасибо вам большое. Доброго дня. Хорошего дня. Хорошего дня.